У каждого в жизни были или, может быть, будут такие моменты, когда нужно будет обязательно показать результаты своих трудов научных, продемонстрировать перед коллегами, поделиться с коллегами. И есть два таких уже сложившихся способа делиться своими результатами, это в виде презентации или устного доклада и в виде постерного доклада. И, как правило, я сама, будучи студенткой, столкнулась с такой проблемой, что не всегда понятно, как, собственно, сделать презентацию или постер так, чтобы это было понятно, чтобы это было наглядно, и чтобы при этом зрители внимательно слушали докладчика и внимательно смотрели на экран, а не залипали в экранах своих гаджетов, как это очень часто бывает на конференциях, не только на студенческих, не только на молодежных, но и на вполне себе таких серьезных, весьма серьезных. Так что мы сегодня с вами поговорим о правилах вроде бы очевидных, точнее, вроде бы как бы простых, но не всегда, возможно, очевидных. Я надеюсь, что эти правила помогут как-то так сформировать ваш доклад, ваши доклады разные, либо это там, ну, либо это устный доклад, либо постер, так, чтобы это было, в общем-то, понятно вашим слушателям. И в первую очередь мы поговорим с вами о устных докладах, да, и что тут важно учесть. У нас, в принципе, часто относятся, ну, довольно часто, скажем так, презентация относится как к чему-то сопутствующему, ну, вот нужно сделать, ну, сейчас я быстренько наляпаю слайды какие-нибудь, сейчас картиночек повставляю там, повставляю куски текста из своих тезисов, и будет классная презентация, в общем-то, не надо особо заморачиваться. Некоторые люди так считают абсолютно убежденно, и переведить их невозможно, но все-таки презентация, особенно устная, когда человек выходит к крану, когда он рассказывает людям о том, что он сделал, это все-таки очень такой способ хороший поделиться, и если на этом этапе человек отпугнет аудиторию своей презентации, это будет не очень хорошо. Поэтому мы с вами сегодня поговорим в первой части о конструкции, то есть о том, как должна быть сформирована презентация, о дизайне немножко, я понимаю, что мы с вами не дизайнеры все, но немного такие вот правила дизайнерские все же стоит знать, и они помогут нам сделать более наглядную, интересную презентацию. Ну и чуть-чуть коснемся оформления различных аспектов, там, картинах, анимации и так далее. Ну, поехали. В первую очередь поговорим с вами о конструкции. Здесь будет 12 советов, так что первый совет, пожалуйста, старайтесь размещать один тезис или одну мысль на одном слайде. Почему? Потому что внимание людей устроено таким образом, что сначала, когда только-только человек начинает рассказывать о какой-то проблеме, внимание сконцентрировано максимально. Но если на одном слайде идет перегруз информации, если на нем идет сразу несколько мыслей, и они все расположены даже, может быть, нелогично, вот как-то так в разнарядку. Обычно такое случается, когда у человека не очень много времени, но хочется рассказать сразу много и обо всем, а вот впихнуть невпихуемое, так сказать. Вот, то обычно вот так именно и выходит. Но нужно учитывать, что чем больше информации на слайде, тем хуже она усваивается. Вы даже проводились такие специальные исследования, поэтому если вы хотите, если ваша цель принести вашу информацию прям вот порционно и так, чтобы вся она усвоилась, то вот размещайте эту информацию, исходя из правила один слайд, один тезис. Следующий совет, он, в общем-то, тоже довольно простой, и вы сейчас видели у меня в начале, как было, да, предпочтительнее делить презентацию на разделы, потому что так тоже будет информация вся представленная в презентации, размещаться легче. Тоже цель сохранить внимание, и вот если презентация, например, небольшая, да, всего там 5-10 минут, то в ней 2-3 раздела. Если больше, то дробите по смыслу, но старайтесь не перебарщивать, опять же, потому что если слишком много мыслей в одном разделе, то человек просто уже забудет, о чем вообще этот был раздел. Ну, может быть такое. Вначале даете короткое оглавление, чтобы люди понимали и представляли, о чем в докладе пойдет речь, но и старайтесь сделать названия и слайдов, и разделов очень краткими и довольно емкими, потому что, ну, бывает так неоднократно. Я видела такое, что, например, название слайда, оно занимало где-то 4 строчки, одно название слайда. Вот, такая нередкость, честно говоря, и сразу сбивает с толку, и сразу как-то становится немного некомфортно слушать такого докладчика, потому что, особенно если он торопится, вы только успели прочитать название, он уже перелеснул на следующий слайд. Ну, в общем, так не надо делать. Следующий совет, старайтесь, чтобы информация воспринималась лучше, разбавлять ее чем-то визуальным, визуальным контентом, потому что визуальный контент, он всегда воспринимается лучше, так устроено наше внимание. Поэтому вот очень любят часто вставлять, особенно в медицинских конференциях, прям через доклад, вставлять какие-то большие списки, большие какие-то вот такие объемные слайды делать. И всегда, когда я рассказываю о том, как делать презентацию в больших аудиториях, я всегда прошу людей на последних рядах прочитать, что тут написано. Как правило, вот все вот эти, вот этот весь мелкий шрифт, то он перестает быть виден уже с середины зала, а то и где-то через три ряда от начала зала. Поэтому и к тому же это очень объемный слайд. И зачем его показан? Все равно люди не воспримут его адекватно. Даже если вы хотите представить какое-то описание, да, например, у вас есть большая классификация, и вам хочется на этом остановиться, да, или вот по логике вашего повествования нужно обязательно остановиться на классификации. Вы просто показываете объем, да, и если вам что-то нужно выделить из этой классификации, вы просто берете вот этот кусочек и увеличиваете его на слайде. Или, например, обводите чем-то красным и тоже увеличиваете как лупу. Тогда будет всем понятно, какое место, например, ваш предмет занимает в этой классификации и почему вы вообще вот вставили вот эту всю большую классификацию, чтобы заостриться на этом вопросе. В принципе, оптимальное изложение, оно вот примерно так представлено. То есть текст слайда примерно 30-50 слов, максимум 80 слов, больше все равно люди воспринять и прочитать за короткое время не смогут. Ну и чтобы этот текст воспринимался понятнее, можно делить его на плоти, ну и, соответственно, сопровождать каким-то визуалом. Инфографика вообще становится вашим большим другом, потому что сейчас, слава богу, довольно много дизайнерской инфографики, довольно много открытой инфографики, то есть той, которую можно просто брать, пользоваться, даже не указывая какие-либо кредиты. Но, конечно, кредиты — это всегда такая история более уважительная к человеку, кто сделал эту инфографику. Вот хорошая инфографика, хороший инфографик можно найти у Мэйча, очень много различных атласов, неважно, о чем вы будете рассказывать. Ну вот по физиологии там очень много инфографики на самом деле. Но иногда даже с инфографикой можно переборщить, и получаются вот такие совершенно прекрасные и совершенно нечитаемые конструкции. В частности, этот слайд взят из такой подборки худший когда-либо виденный слайд у агрегатора медицинских новостей MedFage Today. В 2017 году проводился такой конкурс, точнее, такой опрос, и вот все люди присылали какие-то вот такие слайды. И вот, например, патогенез болезни Паркинсона, да, ну, абсолютно нечитабельно, особенно если на нем останавливаться всего на полминуты или на минуту. Ну вот, например, недавно видено в 2019 году был физиологический съезд большой в октябре 2019 года. И вот, в частности, удалось попасть на такую сессию, где вот вы видите на экране, да, экран совсем небольшой. Зал тоже, в принципе, небольшой, но вот эта схема, которую докладчик представила на этом экране, она ей уделила, ну, буквально, наверное, секунд 10. И люди даже не успели сконцентрироваться на вот этих вот больших буковках, которые были написаны. Речи даже не шло о том, чтобы попытаться прочитать вот эту всю схему. Тоже, да, опять встает вопрос, зачем докладчик это сделал. Следующий совет, чтобы все абсолютно люди, находящиеся в аудитории, видели текст, который вы представили на слайде, он должен быть не меньше 22-го шрифта. То есть 22-й шрифт — это тот шрифт, который оптимален абсолютно для всех ситуаций, каким бы маленьким или большим ни был экран. Подписи допустимо, в принципе, делать 18-20 шрифтом, но не меньше, потому что если вы сделаете шрифт меньше, его уже не увидят из середины зала. Это действительно эмпирическая информация, полученная эмпирическим путем. Теперь мы с вами немножко остановимся на дизайне. И следующий совет из этой рубрики — старайтесь, пожалуйста, придерживаться стержанной цветовой гаммы. На самом деле времена таких вот ярких радужных презентаций, они уже давно ушли, и сейчас приветствуется вот такой вот минимализм во всем, в том числе и в оформлении. Но и к тому же это все сказывается не самым лучшим образом на внимании читателя, на внимании того, кто смотрит на ваши слайды. Вот вы сами видите сейчас, да, можете оценить. Если у вас на одном слайде будут разные шрифты, написанные разными цветами, то, ну, просто очень сложно такую информацию воспринимать, особенно если это, допустим, не первая презентация, а десятая в день, да, вот сколько вы сегодня прослушали, уже наверняка больше пяти лекций прослушали. И, соответственно, это будет очень негативно сказываться на внимании слушателей. Два или три цвета. В принципе, этого всегда вполне достаточно. И еще немножко такая вещь на акценты. Старайтесь не делать сразу несколько акцентов в одной презентации, точнее на одном слайде. И старайтесь выбрать для себя какой-нибудь один акцент или, допустим, два акцента. И использовать их в течение всех слайдов. А не так, что там на одном слайде мы используем выделение, на другом слайде мы вставляем какое-то слово в такой вот дружочек, или как-то еще иным образом выделяем. Ну, потому что это просто, ну, скажем так, это не то, чтобы слишком влияло на внимание, это просто некрасиво. А вот если вы будете использовать сразу несколько выделений на одном слайде, это может повлиять действительно на внимание слушателя, потому что человек просто растеряется, куда смотреть. Он увидит сразу несколько таких вот выделенных точек, и на что обращать внимание, внимание человека рассеется. Следующий совет, тоже он касается шрифтов. В принципе, шрифты, это возможно, ну, можно так подумать, что это не так важно, но на самом деле, если вы подобрали грамотный, красивый шрифт, то это большой плюс в вашу презентацию. Вот, например, такие самые распространенные шрифты, но они скучные, часто они серьезные, и можно чуть-чуть времени уделить больше шрифтам, да, подборке шрифтов, чтобы сделать вашу презентацию более свежей и выделяющейся на фоне других. Старайтесь при этом не использовать какие-то витиватые, повигающие шрифты, потому что это, опять же, хуже будет для читателя, для вневающего вам человека, особенно если это не первая презентация, да, в день. И лучше, конечно, уделять внимание вот таким равномерным, красивым, ровненьким шрифтам. А здесь же можно сказать, что засечки, делать шрифт, выбирать с засечками или без засечек, на самом деле это вот чистая вкусовщина, потому что я встречала, что для презентации лучше использовать шрифты без засечек, то есть такие кругленькие, ровненькие. Но вот, честно говоря, не удалось найти никакой информации, насколько это лучше или хуже будет сказываться на внимании человека, так что здесь, да, такое вот, что вам больше нравится. Здесь представлены QR-коды, можете навести на свои смартфоны на эти QR-коды. Вот один QR-код, это ссылка на группу с многочисленными бесплатными шрифтами, но, в принципе, их можно найти и так просто в интернете. Ну и еще одна интересная ссылка на текст о том, как грамотно сочетать разные шрифты друг с другом. Тоже весьма полезно, если вы захотите заморочиться чуть больше со своей презентацией, сделать ее чуть более похожей на дизайнерскую. Следующий совет, пожалуйста, отдавайте приоритет к контрасту. Очень часто такое бывает, вот примерно так. Либо это какой-то светлый шрифт на светлом фоне, либо это какой-то темный шрифт на темном фоне, вот, кстати, красный шрифт на синем фоне встречаю практически на каждой конференции. Вот не было еще такой конференции, где хотя бы один закладчик и сделал бы такую презентацию. Вот, а пожалуй, оптогенетика – это такое хорошее исключение из этого, такого правила сложившегося. Так, ладно, потом смотрю. Старайтесь избавляться от градиента, точнее, не использовать градиент фона в своих презентациях. Ну, потому что это уже тоже какой-то такой момент устаревший. То есть, ну, уже как пуветон. Да, все-таки сейчас отдается приоритет таким равномерным фоном, то есть, равномерно, с равномерной заливкой. Ну, или белый, или черный, или какие-то однотонные. Ну, и от текста на фоне изображения тоже лучше отказаться. Вот, хорошо, когда вам попадает очень ничего. Да, если это логически, например, вам очень важно показать именно какое-то изображение и на фоне него вставить текст. Вот, а если это, допустим, вот эта фраза, она поднимется чуть выше, то она уже пропадет. Вот, например, градиент, да, пример, точнее, градиента, тоже слайд вполне себе с настоящей, ну, с конференцией, которая тоже была. Да, и вот если, допустим, вот в этом углу все еще видно, то вот в этом углу уже видно довольно плохо, особенно если зал светлый, и если контрастность экрана не очень хорошая. Поэтому вот вам пример такого не очень удачного градиента. Чтобы, в общем-то, попадать в цвета, есть, нам не обязательно быть дизайнерами, есть вот такие прекрасные палитры цветов, сочетающихся друг с другом, так что можно им пользоваться тоже как пример для помнения презентации. Как я уже сказала, минимализм, это ваш, должен быть вашим самым лучшим другом, потому что это всегда беспроигрышный вариант. И вот все эти эффекты тоже уже давно устарели, и лучше, конечно, их в своих презентациях, в своих докладах не использовать, потому что это уже будет намек на не очень дизайнерское решение. Хотя, возможно, вам это понравится, да, но это тоже уже такой вариант статики. А теперь поговорим немножко про оформление. И вот очень хотела бы уделить внимание анимации. Естественно, сейчас анимация в слайдах встречается все реже и реже, особенно вот такая анимация. И подобная анимация, она, честно говоря, выглядит ужасно. Ужасно. Особенно вот такие выпрыгивающие буковки, когда человек читает быстрее, чем они появляются на слайде. Пожалуйста, вот эта анимация, скажите, твердая или нет. Уже давно такая анимация вышла из моды, и смотрится совершенно ужасно, честно говоря. В принципе, анимация хороша тогда, когда она имеет какую-то логику. Например, вы рассказываете о процессе, и у вас вот этапы, звенья этого процесса появляются, ну, как бы, согласно логике вашего повествования. Это единственный вариант, когда анимация будет смотреться адекватно. Также нет, скажите, сразу анимированным картинкам. Про стоковые картинки тоже, наверное, стоит чуть-чуть упомянуть, но это уже тоже такая пузовщина. Белые человечки, они на самом деле надоели абсолютно всем, потому что эти белые человечки, они, естественно, есть на абсолютно каждый момент жизни, да, даже есть белые человечки, которые осуществляют скорую, медицинскую помощь, там, увозят, уносят на носилках третьего белого человечка, ну и так далее. Абсолютно на каждую жизненную ситуацию. Но это уже настолько неинтересно, настолько банально, что, ну, попробуйте немножко больше времени уделить поиску адекватного визуального контента, визуального сопровождения, чтобы это смотрелось более интересно. Ну, вот, опять же, искусственные эмоции, да, тоже постарайтесь не использовать такое. Ну, и какие-то вот большие ситуации, да, тоже не очень хорошо выглядят. Вот моя любимая картинка из этой серии, вот, да, такое ощущение, что в салат что-то добавили не то, потому что очень тем весело, когда люди его едят. Ну, и, наконец, итоговый такой сален 12-й, правила верстки. Мы сейчас с вами немножко разберем. Вот, смотрите, есть у вас слайд. Мне такое тоже довольно часто можно встретить. Есть, ну, вот, я взяла из своей области, как я врач-лучевой диагностики, всегда слежу вот за такими вещами новыми, новинками, и действительно, вот это был такой прорыв. И можно, в принципе, оформить так, да, вот у вас есть название, есть много текста, блок такой вот, кирпич текстовый. Посмотрите, вот это не самый лучший вариант, и тут 100% практически, что внимание ваших слушателей вот в конце уже вот так вот рассеется. И есть риск того, что люди даже не дочитают до конца. Ту же самую информацию, абсолютно ту же, мы ничего из важной информации не убираем из слайда. Можно оформить вот так. Вы просто оставляете какую-то важную первую фразу, вы расставляете акценты, вы выделяете в какой-то список основные моменты, на которые вы хотели бы удивить внимание. Все остальное вы можете рассказать своим слушателям на словах. Совершенно не обязательно тот же самый текст отображать на слайде. А что тут именно правильно, да, выравнивание по правому и правому правилу. Это тоже такой важный момент, потому что если мы выравниваем текст по ширине, то у нас между словами остаются разные пробелы. И это может негативно сказаться на внимании слушателей. Слайд здесь не перегружен, имеет нормальный размер шрифта. Всем будет видно, даже на последних рядах. А он тут однородный, элементы выровнены друг относительно друга. То есть это тоже довольно важно. Это говорит об аккуратности, об уважении вас, как докладчика, к своим слушателям. И, естественно, тут нету сплошного текста. И несколько дополнительных таких текстов не оставятся, в принципе, никогда. Там на заднем плане кричит ребенок у кого-то. Знак точка запятой в нумерованном списке ставится только тогда, когда у вас есть двоеточие. Если у вас двоеточия нету, то есть нет вот этой предшествующей фразы, то точка запятой в списке не ставится. Графика в одном стиле было бы замечательно, если бы у вас получилось так делать в своих презентациях. Это смотрится очень хорошо. Вот такой небольшой лайфхак, чтобы добиться однородности в слайдах, чтобы у вас не скакали картинки, не скакали названия и текстовые блоки, то можно просто копировать этот слайд, вставлять и его уже модифицировать так, как вам дальше необходимо. Ну и вот что касается тайминга, да, очень важный момент. Рассчитывайте время, один слайд, одна минута. Если у вас слайдов больше, ну можно максимум, допустим, если у вас 7 минут доклад, вы готовите 7 слайдов, максимум 8 слайдов, ну, например, с представлением, да. Если вы за 7 минут рассчитываете рассказать 20 слайдов, у вас с вероятностью 100% это не получится, и вы не уложите свой тайминг. И очень важно, конечно, репетировать и проговаривать вашу речь перед этим. Ну, собственно, и все, и еще такой небольшой момент, вместо спасибо за внимание, сейчас, ну, вы и так поблагодарите своих слушателей за внимание своим голосом, да, И еще вместо этого лучше гораздо информативнее вставить какую-то информацию о себе, какую-то информацию, которую можно еще изучить по теме, о которой вы рассказываете, какие-то книги, возможно, о своей лаборатории, о своих коллаборантах, ну и так далее и тому подобное. То есть множество вариантов информации есть, которые вы можете представить на последнем слайде, совершенно не обязательно писать, спасибо за внимание. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать в первой части. Мы сейчас сразу обсудим вопросы или потом? Давайте мы предложим. Если есть вопросы, я жду поднятых рук и вопросы в чате. Мне кажется, мы сейчас послушали замечательные советы. Существует вкусовщина, существует вкус. Соответственно, здесь все сделано со вкусом. И единственное, хотелось бы сказать, что очень часто формат презентации задает организатор. Да, и тогда вот уже, к сожалению, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, не возникает дополнительной возможности включить какие-то элементы, которые, может быть, иногда помогли бы акцентировать и свое внимание как докладчика на том, чтобы было проще презентацию эту демонстрировать. Вот. Соответственно, это вот тоже, видимо, нужно учитывать. Естественно, всегда нужно смотреть то, какой формат предоставляет организатор. Но, в принципе, по опыту всегда можно построить свою презентацию так, чтобы слушатели не отвлекались, а действительно, чтобы презентация была для них информативной. Просто, ну вот, как самое частое, ну, наверное, самое частое, чем грешат докладчики, они вставляют очень много текста на слайд и начинают его читать. И это называется PowerPoint-караоке. Это не моя придумка, хотя некоторые говорят, что я это придумала. Нет, я просто тоже где-то это увидела, но, на мой взгляд, совершенно прекрасное определение. Для такого типа презентации это, конечно, ужасно. То есть это сразу вот снижает, падает, снижает рейтинг докладчиков в глазах слушателей на синий. Я вижу очень много вопросов не в чате, еще есть ватсаповский у нас дополнительный чат. И там много, сейчас и здесь я вижу, среди участников много студентов, аспирантов, младших научных сотрудников и просто научных сотрудников. И, конечно, они тоже просят, если будет возможность, оставить вот эти ваши рекомендации. Вашу презентацию как некий образец вкуса и современного стиля ее оформления. Потому что, да, все движется, все меняется. То, что было вчера, может быть, действительно уже не актуально сегодня. Спасибо большое, я не вижу вопросов. А я еще раз. Дарья Белазовна, увидела, увидела. В презентации, так, это Екатерина Птицкая. Вопрос к докладчику. В презентации использованы слайды с конференции, фотографии, где виден докладчик, причем не в самом позитивном ключе. Как вы договаривались с этими людьми о праве использовать плоды их интеллектуального творчества? Или обсуждали вообще ли это? Если нет, то это, наверное, неэтично. В принципе, смотрите, какое дело. Что касается того слайда, который из конференции Российского общества рентгенологов-радиологов, где я показывала вариант, точнее, пример использования градиента в слайде. Там, в принципе, все эти слайды, они абсолютно свободны. В принципе, там не было никаких ограничений, чтобы эти слайды фотографировать и использовать в каких-то своих целях. В общем-то, это докладчики были поставлены в известность перед этим. И, в принципе, все докладчики, они соглашались с этим правилом. Это правило конференции. В общем-то, там с этим все проще. На самом деле, здесь у меня с другой стороны, да, то, что с физиологической конференции, со съезда физиологического общества, это я просто показала для примера. Лица докладчика там, ну, не видно довольно плохо, потому что фотография получилась не очень хорошего качества. Но, не знаю, не задумывалась, честно говоря, об этичности. Скорее, стоило бы задуматься и стоило бы как-то заблюрить, возможно, лицо еще чуть больше. Почему я использую такие фотографии с конференции? Потому что, ну, вот я сейчас все это рассказываю, да, вот все так хорошо, но это все оторвано немножко от реальности. И мне кажется, что у меня на самом деле гораздо больший выбор различных слайдов с различных конференций. И хочется показать, как делать не стоит, и как это смотрится в режиме реального времени, в режиме вот такого большого зала. Спасибо, спасибо. Вот у нас есть... Прошло простить, если я задела чьи-то чувства. Вот. Попробую, а в следующий раз, наверное, так. Спасибо. Есть некоторые комментарии от уже опытных докладчиков. Например, Бухараева Эля советует, что очень удобно для обсуждения презентации делать нумерацию слайдов. Да, наверное, соглашусь с этим, потому что мы сейчас столкнулись с тем, что если захочется вернуться в полноэкранный режим, и при уже устном каком-то взаимодействии с докладчиком вот в такой форме, хочется вернуться к конкретному слайду, чтобы его не перелистывали, и сразу сказать, что это был там слайд номер 3. Так, Ольга и Ваши. Я совершенно согласна, да. Это, кстати, очень часто, практически на всех конференциях требования есть, указывают нумерацию слайдов. И, в принципе, довольно часто такое встречается. Это такая, даже более подходящая, скажем, о научных докладах. Вот, но, в принципе, для каких-то лекций тоже такая вещь, да, важная. Согласна. Да, Ольга и Вашкина, наверное, уже ответили. Дарья Билан, какие у вас есть советы для нашей постерной сессии, которая проходит в новом онлайн формате? И большой информации, постер формата А0. Необходимо уложиться в двух-трехминутный доклад. Как лучше представить такие данные, спрашивает Дарья. А вы были на нашей постерной сессии, Анна? К сожалению, не попало. Я во время постерной сессии вчера работала. У меня большая просьба тогда вот посетить нашу постерной сессии. Я могу посмотреть, и потом, возможно, как-то опорничьи вынесли по этому поводу. Да, потому что, раз вы не были, скорее всего, Дарья, вы не можете сейчас рассказать, что есть. Но здесь самый главный, наверное, вопрос, как уложиться в двух-трехминутный доклад, и как лучше представить данные в две-три минуты. Повторяю Дарья доклад просто на нашей сессии, на второй, поэтому она, наверное, спрашивает. Она волнуется, да, она волнуется. Вы знаете, у меня здесь была вторая часть моего доклада. Я должна, я сейчас готова рассказать о постерах, но я смотрю, я себе поставила секундомер, смотрю, что у меня осталось всего 20, точнее, 2 минуты до конца моего доклада. Так что, если хотите, я, в принципе, могу сейчас чуть-чуть времени занять у следующего докладчика, могу рассказать уже о постерах, ну, о, к сожалению, не успела еще сориентироваться и оформить тот, ну, доклад о том, как делать постерные доклады в режиме онлайн. Вот, но после, в принципе, я могла бы рассказать и о постерах тоже. Чуть-чуть позже. Наверное, сейчас, действительно, мы уже скоро будем переходить к следующему докладу. А вот что касается постеров, то у нас на постерной сессии есть возможность оставлять комментарии к постеру. И, может быть, вот как раз эти комментарии, если вы возьмете на себя, значит, ну, вот такой, такой труд, вот как бы прокомментировать, где-то может быть удачное, где-то может быть критические замечания тем постерам, которые у нас лежат, я думаю, что авторы постеров были бы вам признательны. Хорошо. В целом, я могу посмотреть, как раз выходные, суббота еще не кончилась, завтра воскресенье. Ужаете? Так, все готовы. Я смотрю, что у нас, в принципе, практически все остались. Так, вот, видно. Сейчас слайд шоу запускать. Вот, тогда продолжим. Давайте с вами немножко поговорим. Я не займу много вашего времени, так что можете засекать 15 минут. Мы с вами обсудили устные доклады. И давайте сейчас немножко коснемся постерных докладов, потому что это, наверное, тоже довольно частая часть, точнее, довольно частая вещь, которая встречается в жизни любого исследователя. И здесь тоже возникает много вопросов, особенно у тех, кто делает постерные доклады впервые, кто занимается ими не очень часто, но хочет получить какие-то такие инструменты в руки, чтобы можно было уже как-то, исходя из своих реалий, исходя из логики своего повествования, можно было как-то сделать такой вкусный доклад, точнее, постерный доклад, который бы заинтересовал людей, проходящихся по постерной сессии в идеале, да, а сейчас смотрящих в экраны, выбирающих постеры. В целом, наверное, ни одного еще нет человека, который бы сделал доклад о том, как показывать постеры в современных реалиях. Так что мы с вами будем совместно, возможно, изобретать какие-то советы. Я обязательно посмотрю по возможности постеры и попытаюсь их прокомментировать. Ну, сейчас давайте обсудим обычный стандартный постер. Итак, такое письмо счастья приходит на вашу почту, я сама помню прекрасно, как это было на четвертом курсе, первая моя иностранная конференция, и сначала речь шла о том, что у меня будет устный доклад, а потом меня попросили перевести свой устный доклад в постер, я ни разу не делала постеры, и тоже вот для меня вот такое вот, такое сообщение, оно для меня стало таким вот звоном и каким-то громом, потому что, ну вот как, что делает постер, что это такое, из чего он должен состоять, как он должен выглядеть. И мы с вами на этот вопрос все ответим. Значит, какие основные критерии есть хорошего постера? Представляем, как выглядит постерная сессия, и здесь очень важно, чтобы постер был читаемым, чтобы его можно было легко, чтобы он был наглядный, и чтобы он был понятным. Поэтому сразу тоже с вами могу положить, что много текста о поспе, это тоже не очень хорошо. И проговорим с вами основные такие разделы. И сначала коснемся элементов того, что должно, в принципе, располагаться в каждом постере, из чего он состоит. В принципе, то, с чем сразу сталкивается взгляд смотрящего, взгляд читающего постера, это с шапкой. И с шапкой, в принципе, особых сложностей нет, да, все понятно. Должно быть название работы, соответственно, должны быть авторы, причем обычно перечисляются все авторы, которые работали над данным исследованием, и, как правило, подчеркивается тот автор, который будет презентовать постер, соответственно, на конференции. Какие-то у меня идут по экрану рисуночки, это не я. И, как правило, в принципе, хорошо, если в шапке присутствует афилиация, то есть принадлежность человека к какой-либо компании, к какому-либо институту, лаборатории и так далее. И, в принципе, еще хорошо и полезно бывает, если сразу в шапке человек указывает свои данные, по которым с ним можно связаться. Например, свой мейл. Вот вы видите, здесь представлен сначала вариант не очень удачной шапки, и рядом с ней вариант довольно удачной шапки, где присутствует вся необходимая информация, которая может обеспокоить читающего постера, да, даже если он не имеет возможности пообщаться с автором здесь и сейчас. Он всегда может написать, всегда можно встретиться и пойти к постеру и, соответственно, обсудить. Поехали дальше. В структуре постера тоже нет особых таких сложностей. В принципе, она довольно стандартная. То есть это введение, это, допустим, описание, если это того требует, да, требует логика изложения, описание механизма. Материалы и методы, результаты, обсуждения, кратко, выводы и, собственно, список литературы, благодарности, это уже может указываться, а можно, в принципе, не указывать. Это все уже по желанию человека, который делает постер. Ну и, соответственно, как правило, еще иногда внизу, в той части постера, которая называется под рваном, докладчик ставит свою фотографию, чтобы его тоже можно было чуть легче найти. Допустим, когда человек, который хочет связаться с докладчиком, он напишет ему на мейл, назначает встречу, и вот, чтобы было легче узнать, вот обычно вставляют фотографию. Но можно этого и не делать, если не очень хочется. Здесь очень важный момент. Вся информация, которая присутствует в постере, это не тезисы. Это краткая, это вообще другой текст. Это должен быть другой текст, который будет изложен чуть более просто и чуть более понятно, чем это в тезисе. И в некоторых моментах может быть чуть более развернуто или, наоборот, чуть менее развернуто. То есть это очень важно, потому что многие люди просто берут тезис, делят вот на части и, соответственно, из этого делают постер. Так быть не должно. Какие здесь могут быть лайфхаки? Нужно понимать, что на чтение постера уходит примерно 10 минут. Ну, человек может выделить 10 минут, и то, если он заинтересован в теме, если это его тема, и он очень хочет ознакомиться с предметом, представленным на постере. Так, в принципе, у вас есть всего 3-5 минут на то, чтобы заинтересовать человека и чтобы помочь ему разобраться в вашей теме с помощью вашего постера. Текстовые блоки при этом должны быть не более 150 слов, то есть это вот то, что мы с вами обсудили, ведение материала, методы и так далее, не более 150 слов. И, соответственно, в хорошем постере текст должен занимать не более трети. Еще лучше, если не более четверти всего постера. Все остальное — это визуальный какой-то материал. Это либо изображение, либо графики, либо схемы, либо какие-то блоки. Ну, в общем, какой-то визуал, который помогает донести тексты, помогает донести ту информацию, которую вы, собственно, в постере представляете. Шрифт. Что по шрифтам? Чтобы постер можно было прочесть с расстояния полтора метра, как правило, это именно такое расстояние между читающим и размещенным постером. Бывает, шрифт должен быть не менее 20-го шрифта, не менее 20-го шрифта, где-то 20-й, 24-й шрифт. Для заголовков мы используем где-то 48-й шрифт, а для названия, чтобы оно читалось, тоже было понятно, не менее 72-х шрифт должен быть. Поехали дальше. То есть это вот такие основные детали, основные лапхаки, которые вам помогут его оформить и представить. Теперь поговорим чуть-чуть о дизайне. Мы с вами обсудили блоки, как эти блоки будем размещать. У нас есть с вами разные постеры, да, бывают постеры вертикальные, бывают горизонтальные. В общем-то, все зависит, опять же, от требований организатора. Иногда организаторы тоже дают требования к постеру, но не всегда. Вот, конечно, в большей части дают, но не всегда дают, поэтому иногда есть возможность раскуляться в фантазии. Что касается оформления графики. Желательно, чтобы все графики были абсолютно визуально понятны и визуально представлены. Вот, например, такой график, если, допустим, человек просматривает уже 20-й постер или 50-й постер, как в постерной сессии, то, наверное, такой график, он будет совсем не очень виден для человека, и человеку придется напрячь свое и так уже перегруженное внимание, чтобы смотреться в эти цифры и разобраться, что к чему. И вот такое размещение на каком-то переходящем, опять же, градиенте, еще к тому же, когда цвета совпадают с цветом фона, цвет графика, точнее, совпадает с цветом фона, это не самое лучшее решение. И здесь мы отдаем приоритет, опять же, контрастам. И контрастному фону, контрастным цветам, если, допустим, хотим выделить какую-то важную часть, да, мы ее выделяем совершенно другим, иным цветом, чтобы она хорошо смотрелась и чтобы сразу на нее падало внимание. Поехали дальше. Вот еще один такой вариант не очень удачной графики. Это очень сложные диаграммы. Опять же, да, мы учитываем, что у смотрящего на постер есть не очень много времени, у него он уже перегружен, он уже устал, например, ходить по постерной сессии. Поэтому чем проще будет график, а чем проще будут диаграммы, тем, собственно, будет лучше для вас, вы лучше сможете подать свою информацию. Поэтому вот такой подобный наплыв каких-то данных тоже очень сложен для восприятия. Такой небольшой лайфхак. Если любую картинку, например, или изображение, фотографию поместить, особенно если она на светлом фоне, если ее поместить в рамочку, она будет смотреться гораздо более выигрышно и более... Внимание будет направлено на нее чуть лучше. Будет лучше спринять внимание. Что касается фонов, да, мы уже с вами немножко это проговорили, отказываемся от любого вот такого переходящего цвета на фоне, потому что это в любом случае будет негативно сказываться на внимании. Лучше брать абсолютно стандартный фон, допустим, белый или вот... ну, белый, да, в общем-то, минимализм, опять же, да, вспоминая презентацию о презентациях, минимализм всегда в павре. И если даже вы хотите выделить как-то цветом ваши данные, да, то вы можете, вот, например, название подразделов вот в такие вот таблички, в такие прямоугольнички вставлять, это тоже будет хорошо смотреться. Это не будет напрягать, точнее, будет даже положительно сказываться на внимании читающих. Можете здесь обратить внимание, что все постеры, я потом скажу о том, откуда я брала эти примеры, все они придерживаются лицензии на свободное размещение и на право свободного пульта, что касается этики. Поехали дальше. Если вам, например, очень хочется все-таки разместить детали своего постера на каком-то фоне цветном, да, то вот подобный вариант будет тоже смотреться не очень выигрышно и будет немножко сложновато разбираться в тех данных, которые представлены на этом постере. Если вы хотите использовать какой-то цветной фон, можете просто взять свои блоки информации вот в такие прямоугольники и поставить их на белый фон и просто вот эти блоки разместить уже на вашем цветном фоне. Это будет более контрастно, более хорошо будет сказываться на внимании и вы сделаете постер более цветным и более наглядным. Старайтесь не использовать в качестве фона какие-то изображения, потому что вы видите вот сейчас на этом примере, к чему это может привести. И это отнюдь не лучшее отображение для напряженного внимания читателя, который смотрит тоже цирковой постер, например, да. Тут мы видим совершенно не контрастные вещи, и чтобы, например, прочитать вот эти выводы, ну, придется сильно поднапрячься, потому что здесь есть какие-то более светлые моменты, на которых белые буквы просто пропадают, не очень красиво это все смотрится. Да, можно было бы просто наложить под вот этот текст какой-то полупрозрачный белый фон, уже бы смотрелось гораздо лучше, и, например, на этом полупрозрачном белом фоне написать черными буквами. Что касается еще оформления, как мы будем располагать наши блоки? Нужно учитывать, что мы читаем постер с верхнего левого угла до нижнего правого угла, да, и наше внимание, оно бегает, точнее, наши глаза, они бегают примерно вот по такой схеме. И, соответственно, мы читаем сверху вниз по столбцам. У нас есть шапка, да, у нас есть основная часть, то есть есть тело, и, соответственно, есть подвал для какой-либо дополнительной информации проводились исследования по распределению внимания, которые обращают читатели на какие-либо постеры. Это использовался для этих целей айтрекер, и выяснили, что обычно, как правило, внимание людей, ну, то есть зрительный контакт, да, точнее, визуальная точка, зрительная точка падает на верхнюю левую часть постера и в центр. Поэтому где-то примерно вот в этих границах старайтесь размещать самую важную информацию. Ну, вот, как правило, здесь располагается введение и, соответственно, цель вашего исследования, да, ее актуальность, зачем вообще вы занимаетесь этим вопросом. И, соответственно, где-то в центре уже начинаются ваши результаты. И там уже схемы, диаграммы и так далее, и тому подобное. Поэтому вся важная информация, она должна располагаться в самых визуально доступных, скажем так, точках для внимания. Можно размещать информацию по-разному. Вот, как вы видите, есть размещение полосное, когда текст располагается вот так вот полосами, точнее, информация, информация, газеты, журнала и так далее. А есть размещение модульное. И здесь все зависит от того, как вам больше нравится. И как вы больше привыкли, например, делать, как вам, ну, как вам кажется более правильно это делать. А все зависит, опять же, от той информации, которую вы презентуете на своем постере. Можно пользоваться как тем, так и другим вариантом оформления. Вот, например, вы видите здесь полосное размещение. Довольно хорошее, на мой взгляд, представление информации. Вот здесь, например, модульное размещение, да, здесь вот блоки, они как бы придерживаются полос, да, но тем не менее это все равно вот информация размещена блоками. И есть здесь несколько тоже правил. Если вы хотите вставить, например, изображение какое-то большое, то текст, изображение не должно прерывать текст. То есть вот такой вариант, он неправильный. И мы продолжаем текст после изображения, все равно идет полосами. И читать человек тоже должен полосами. Чтобы вся информация, все полосы, все блоки были выровнены друг относительно друга, используйтесь тоже таким лайфхаком. Рисуйте сетку, сетку делите на блоки, которые вам необходимы. Например, для шапки вы используете ширину в один блок, точнее длину в один блок и ширину в шесть блоков. Да, и все остальные части постера тоже можете распределить вот таким подобным образом, чтобы все было выровнено друг относительно друга. Это тоже обратно. Вот посмотрите, вариант совершенно никакого размещения. То есть ни полосная, ни модульная, просто растянутый текст, и такой текст будет читать очень сложно. Поэтому делится обычно на модули, на полосы, и такой текст воспринимать гораздо проще, он читается быстрее. Но опять же лайфхаки, одна полоса у вас не должна занимать больше сорока знаков. То есть сорок знаков на одну полосу, это ровно такое значение, которое позволяет глазу ненапряженно скакать по строчкам. Если вы возьмете газету или журнал и посчитаете, сколько знаков будет в одной полосе, там будет меньше сорока знаков всегда. Чтобы приобрести для читателя, для облегчения жизни его. Используйте не более двух-трех шрифтов, но со шрифтами мы с вами уже обсуждали. И вот в качестве выделений лучше использовать курсив или полужирный шрифт, потому что любой, скажем так, любой выход за пределы строчки, либо подчеркивание, либо вот, например, вот совет опять же отсюда, да, он негативно сказывается на внимании. То есть глаз не должен цепляться вообще ни за что. Ваши строчки должны быть абсолютно ровные, чтобы человек вот так вот пробежав глазами, очень быстро ознакомился, смог ознакомиться с вашим постером. Вот, например, вариант, когда ничего не выровнено. Вот здесь все выходит, как-то вот эти блоки относительно труба, они абсолютно размещены не очень хорошо. И, конечно, такой постер вызывает. Видно, что автор просто не уделил ему должное внимание, но и как-то не позаботился о чувствах читателя. Скажем так, это не очень красиво, не очень аккуратное оформление. Ну и есть некоторые дополнительные детали, которые просто вам помогут оформить ваш постер. Вот, например, естественно, возникает вопрос, а в чем можно работать, в чем можно постер оформлять? Да, в любой из вот всех этих программ, даже в Коварпоинте можно сделать вполне себе неплохой постер, там удобная сетка, на эту сетку можно равняться и так далее, и так далее. Если у вас есть навыки работы в ин-дизайне, в педжмейкере, в иллюстраторе, это более специфичные программы для дизайна, но тем не менее их можно использовать, можно работать у них. Есть вот здесь QR-код, вот такой, который ведет вот на такую онлайн-платформу, Poster Genius. Она позволяет сделать постер в режиме онлайн в любом браузере. Но эта программа, она ест довольно много ресурсов, поэтому не удивляйтесь, если ваш компьютер, если он не очень мощный, будет немножко подвисать. К этому нужно быть готовым. Вдохновение можно искать вот на этом прекрасном сайте ePosters.net. Собственно, все примеры постеров я брала оттуда. Там расположено около, ну, что-то около 500 тысяч различных постеров по самым разным темам научным. Для медицины, для физиологии, для биологии там порядка 100 тысяч или даже больше постеров совершенно разных, тоже очень даже узких по тематикам, например, онкология, нейронкология, кардио-онкология. То есть даже вот по таким узким темам можно найти какие-то примеры постеров, но и брать интересные идеи, смотреть, как люди оформляли и, возможно, какие-то модели применять и для своих постеров. Ну и еще одна такая довольно важная вещь. К сожалению, та или иная, тот или иной вид цветовой слепоты встречается довольно часто в популяции. Если вы, например, принимаете участие в какой-то крупной конференции, то стоит озаботиться о том, что есть, будут встречаться люди, которые, возможно, немножко хуже различают цвета, чем вы. И вот этот инструмент, он поможет сделать графики, быстрые графики так, чтобы эти графики, в принципе, люди с цветовой слепотой тоже могли различать и тоже могли ознакомиться с вашей информацией. Ну и, собственно, это такой вот небольшой лайфхак, ну не лайфхак, а мастер-класс. Посмотрите на этот постер и напишите, что в нем не так на основе всей этой информации, о которой мы с вами уже обсудили. Спасибо, Анна. Вот, ну, в принципе, я могу просто рассказать кратко, да, во-первых, здесь не соблюдается никакая информация, точнее, никакое оформление, ни полосное, ни модульное, то есть дексплошняком. Мы не видим афилиации человека, то есть совершенно непонятно, откуда он приехал, нет никаких данных дополнительных. Пользуется подчеркивание, сложная диаграмма, равнение, опять же, точнее, выравнивание по ширине, что, опять же, дает разные промежутки между словами. Ну вот это вот то, что бросается сразу на глаза и то, что портит откровенно ваш постер и не даст читателям возможно, ознакомиться с ним. Ну и также совершенно нет никакой информации о человеке, чтобы с ним связаться. Поэтому, если его вы не поймали на конференции, то даже если вам информация, представленная в постере, показалась полезной, да, вы как-то не сможете ее обсудить с этим человеком, к сожалению. Вот, спасибо всем за внимание. Надеюсь, что эти простые советы помогут вам взять ваших постер и лучших и делиться с коллегами хорошей, полезной информацией, затеевать коллаборации и так далее и так далее. И проводить время на конференциях с пользой. Спасибо большое, Анна. Я думаю, для всех это очень познавательно и интересно. Вот у Дениса Борисовича тоже есть некое добавление. Да. Анна Николаевна, вы просто разбередили мою душу человека, который много слушал, наверное, достаточно и докладов, и видеопостеров, и презентаций. Я бы хотел, ну, воспользовавшись ее своим служебным положением тут как модератора, вот, нести свои пять копеек, но чуть-чуть с другой плоскости. Вот, как меня все время учили мои руководители, как я теперь стараюсь получать других. Значит, два принципиальных вопроса, который, как мне кажется, должен задать себе каждый человек, который готовит доклад. Что в виде постера, что устный. Значит, это первый вопрос, это для кого ты делаешь доклад. И второй вопрос, это что ты хочешь добиться этих докладов. То есть, вот, это уже вопрос, конечно, ни к оформлению, ни к стилистике, это вопрос вот к тому, грубо говоря, как отбирать информацию. Потому что, ну, вот как и все жалуются, и все прекрасно знают, что ни в посте, ни в какой презентации все, что мы хотим сказать и показать, поместить невозможно. Ну, поэтому нужно, значит, резать, нужно отбирать. Вот я хотел, если можно, вот тоже всем посоветовать. Вот прежде чем начать оформлять презентацию или пост, вот ответьте себе на два вот этих вот главных вопроса. Вот для кого это? То есть, для студентов, для руководителей, для коллег-профессионалов, для широкой аудитории. Это, поймите вот все, пожалуйста, что это совершенно разные доклады, да, совершенно разные целевые. Это согласно с нами. Да, да, да. И, соответственно, второй вопрос, это что вы от них хотите? Вы там хотите до них донести свои великие научные идеи? Или вы, значит, хотите, значит, показать, значит, как вы неимоверно крутые, как вы освоили, значит, там, методики или еще что-то? Или вообще показать свою великую эрудицию? То есть, вот эти два вопроса, на самом деле, вот мне кажется, вот каждый должен себе, для них дать себе ответ, прежде чем начать ваять презентацию, постер или доклад. Вот такие вот маленькие замечания. Спасибо. за внимание. Я просто не выдержал, мне захотелось сказать на балет. На вею. На вею, да. Очень важно, Арина, совершенно с вами согласна, да. Спасибо.